Все, запись пошла. Выключаем микрофончик и мы составляем слово Светлане. Да. Немножко мне направление дайте. Сегодня какой бы вы хотели день, чему он был посвящен. А вопрос-ответы или я продолжаю свой монолог о микросферах? Как для начинающих или как для продляющих свои понимания, что такое микросферы? Как бы вы хотели, чтобы я построила? Я думаю, всегда интересно. Я думаю, люди сегодня пришли тоже с накопленными вопросами, чтобы мы стартанули сегодня с вопросов. Отлично. Там, само собой, завяжется монолог. Я сама люблю это. Да. Хорошо. Давайте. Тогда я возьму на себя право первое и задам первый вопрос. Простите меня, девушки, сегодня, что я без очереди. От клиента поступил у меня тоже запрос. Здесь в Германии немецкий врач, тоже терапевт. У нее очень много клиентов. Она сегодня поинтересовалась, влияет ли как-то микросфера на людей, у кого эпилепсия. Если да, то что можно для этого применить, что лучше использовать? В данном случае, Светлана, что мы можем предложить? Да. Настолько кстати то, что вы сейчас задали, вы даже представить себе не можете. Вот все-таки Вселенная, она потрясающе устроена. Это удивительно. Буквально это было дня три назад, потому что я на веб-сайте, своем телеграм, поместила, ночью буквально вскочила, вспомнила, что мне об этом рассказали. И я прямо в тижаме вскочила, включила телефон и начала рассказывать об этом. И как раз именно вот об этом. Почему я так рада? Потому что когда-то у меня был очень успешный случай с Рэйки. У меня была девушка, у которой были эпилептические припадки. Начались они ни с того ни с сего. Она смотрела телевизор, ей было 15 лет. И вдруг упала. И потом у нее это началось. А потом она забеременела, родила ребенка. И после этого вообще все участилось, ухудшилось. Она боялась ребенка держать в руках. И естественно, что она уже потеряла всякую надежду. Родители вообще не понимали, как она дальше будет жить. А я как раз Рэйки имела. И в общем я согласилась и решила ей Рэйки давать сеансы. И вот после 10 сеансов Рэйки у девочки прекратились вот эти припадки. Это, конечно, было радостью необыкновенной. И вот что вы думаете? Буквально вот два дня назад, насколько вопрос, кстати. Я теперь точно знаю, что микросферы тоже помогают. Позвонила мне девушка и рассказала историю ее подруги. У нее дочке 4 года назад было 12 лет. Сейчас ей 16 лет. И девочка утонула. Ее вытащили. У нее была клиническая смерть. Ее откачали. После того, как ее откачали, у нее произошло следующее. Она начала... У нее начались эпилептические припадки. Начались припадки. И она уже не могла учиться. Последние годы уже не училась. Потому что память, она ничего не запоминала. И вот та девушка, которая мне это рассказывала, она посоветовала им купить шапку. Они сопротивлялись. Но она уговорила каким-то образом. И вот эта девочка начала спать в этой шапке. И что вы думаете? Четыре месяца у нее уже нет ни одного припадка. А у нее несколько раз в день они были. И у нее возвращается память. И она пошла в школу. И учителя говорят, что у нее явный прогресс. Что она все лучше и лучше с каждым днем. Вот вам, пожалуйста. У нее даже ни подушки, ни одеяло, ни матраса. Вообще ничего. Это для меня, конечно, был огромный подарок. От одной шапки, вот шлема вот этого. У нее прекратились эпилептические припадки. Началось восстановление мозга. Вот, пожалуйста. Вот такая прелесть. Примерно какой срок? Мне было сказано, за какое время? Она сказала, год, год. В течение года, да? Она пользовалась шапкой. Вот четыре месяца, значит, через шесть месяцев у нее полностью прекратились припадки. Их стало меньше, а потом вообще прекратились. То есть что-то было в мозге после клинической смерти. Да, и того, как она тонула. Ну, может быть, не знаю, что там было. Почему у нее были эпилептические припадки. Я как бы не разговаривала с мамой там и так далее. Что там было. Но это ушло. Здорово. Спасибо большое. Пожалуйста. Так. Поскольку мы начали с вопросов, кто следующий? Если можно, я задам. Светлана, у меня коллега, мы работаем вместе. У меня проблемы со спиной. Я знаю, по поводу спины было много сказано. Дело в том, что у нее не совсем грыжа. Что-то там у нее, насколько я понимаю, грыжа, это когда между позвоночные диски, между ними что-то там вылазит. Ну, внутреннее содержимое. Как бы мозг вот этот, он вышел. Скошенный, или как это сказать. В любом случае, она может повернуться. Или было бы уже два случая, когда она нагнулась и уже не разогнулась. И это было чуть ли не сутками, пока. Тут у нас даже скорая умудрилась приехать через сутки. Говорят, у вас такое же, у вас это не новое, скорая не приезжает. Ну, в общем, это другой разговор. Я ее пригласила сюда, и уже два дня, два раза она не смогла зайти в ЦУМ. Почему? Не знаю. Там проблемы другие какие-то. Я сегодня откликнулась. Ну, в любом случае, хотела я просто задать со мной и узнать, как это, с чего можно начинать. Сначала у нее одна рука. Сильно тянет руку. Страшно. Она уже не может ее поднимать. Потом спина. В общем, у нее там чуть ли не целый букет начинается. Все больше и больше. Вот позвоночник – это моя такая любимая тема. Почему? Потому что у меня вообще такой здоровый позвоночник. Я прямо всегда хожу, сижу. То есть мне повезло. Такая вот у меня структура. Сложились так обстоятельства, что позвоночник идеальный. И единственное, что у меня произошла травма во время танца. Танго я танцевала, бальный танец. И партнер слишком резко нагнул меня. И когда я головой сделала, в общем, короче, я ею голову вернула назад. Я очень хорошо тогда тот, помню, момент, что мне казалось, что голова оторвалась. Я ее не вернула. Но я все-таки вернула. Но с тех пор у меня проблема как бы шея. Это было уже с 22 лет. А в 28 я дочку посадила на шею, трехлетнюю, вернее, в 30 мне уже было. Или в 28, да. Посадила. И тоже вот я как бы усугубила опять эту проблему. У меня тоже отнималась рука. И это длилось очень долго. И все переменно. То легче, то хуже. То легче, то хуже. И поэтому я занималась этим много. И вот когда появились микросферы, собственно, меня привела эта травма к покупке подушки с микросферами. Потому что когда проблема с шеей, ты подушку вообще не можешь найти, чтобы она соответствовала тому, чтобы ты утром просыпался, и тебе не нужно было разрабатывать шею. Вот. Я мучилась со всеми подушками. И когда я эту подушку ввела в руки, и она принимает форму, я подумала, боже мой, это вот то, что мне нужно. И действительно, когда я начала спать, я забыла о том, что после ночи я просыпалась и вот с такой вот шеей деревянной, которую невозможно было двигать. Вот. То есть мне стало гораздо легче. Но не просто легче, а вообще хорошо. Спать стало хорошо. Но проблема с рукой у меня время от времени вот как бы отнималась рука. Болело плечо. Вот. В общем, там все равно что-то было. Я этого не понимала. Просто думала, вот что же у меня с рукой, что же с рукой. Это сейчас все понимают, что все от позвоночника. И я тоже случайно совершенно попала в руки остеопата. Вот. В геленджике. И когда я попала к нему в руки, он за 15 минут вправил мне шею, грудной отдел. Я вообще забыла об этом. Просто забыла. Меня спокойно движется голова и вправо, и влево, насколько я хочу. Вот. Ну, а я с молодости, представьте, что я ничего не могла сделать. И я поняла, что микросферы, они что делают? Они снимают воспалительный процесс, и они дадут возможность вот этой грижи уйти. То есть вправится сердцевин и позвоночника обратно. Они даже восстанавливают синавиальную жидкость. Они восстанавливают даже хрящик. То есть они восстанавливают структуру позвонков. Да. Потому что там вообще в целом, во всем организме все начинает работать. Я даже верю в то, что зубы быстро вырастут новые. Не нужно вставлять всякие штифты и так далее. Вот. То есть все работает хорошо. Но если у вас смещен позвонок, вот я на себе убедилась. До тех пор, пока вам не помогут и не поставят его на место, вам будет легко. Иногда даже вообще не будет больно. А потом чуть-чуть вот, как я проснулась, что меня вот сподвигло-то пойти. Проснулась на ровном месте. Вот вчера я вела машину и вообще о шее не вспоминала. А это я проснулась и не могу ходить. Я теряю ориентацию, я хватаюсь за стены. Это был ужас. А когда ложилась на спине или на правый бок, то как будто бутылку лодки выпила. То есть у меня бежали картинки. Я могла лежать только на левой половине. Иначе там зажималось и все. Мой мозг делал, что хотел. Микросферы мне помогли. Они мне сняли. То есть я уже ходила, отдыхала, все было нормально. Но все равно вот это ощущение в руке, как бы, оно все равно есть где-то там далеко. И только когда он мне вправил, прямо я почувствовала, как по руке идет энергия. Понимаете? Вот кровоток, энергия. То есть правильно заработала рука, потому что позвонок стал на свое место. И то же самое было с поясницей. Поэтому я вам могу рассказывать много случаев. Много случаев таких, что женщина вот согнулась и не могла разогнуться. Ей принесли подушечку. Она легла на эту подушечку. Они ушли. Она несколько дней была в ужасном состоянии. Когда они пришли, она уже мыла полы, убиралась в квартире. Она полежала в часок на этой подушке. Все прошло. То есть вот такие есть вещи. Есть женщина после ковида. Она была согнута 8 месяцев напополам. Осложнение было на позвоночник. Она ходила по стенке. Боль ужасная. Она не могла вообще разогнуться. То есть вот так, буквой Г, так и ходила. Вот. Ей принесли универсальную повязку всего лишь. Принесли универсальную повязку. Она ее повязала. На следующий день она разогнулась. А через несколько дней я уже видела ее у себя. Она уже покупала матрасы и подушки. И тащила своему сыну, там, внуку уже в подарок. То есть вот такие мгновенные какие-то вещи совершенно потрясающие. Я же не знаю, что там произошло. Вот у кого-то просто мгновенно. И у кого-то, как у меня, облегчает. Я долго хожу. А потом мне нужно обязательно к специалисту обратиться. То же самое у меня было с крестом. То есть меня внук толкнул на пляже с пирса. Я ударилась ногой одно. И все. Я вышла, уже тащила ногу. Вот. То есть у меня тоже произошло смещение. Вот. Но это кошмар. И вместо 10 месяцев, как говорили врачи, на микросферах лежа, я восстановилась за один месяц. То есть я взяла огромный матрас, полностью набитый микросферами, вот как подушками, да, такими большими, 50 на 70. Вот. И я на нем ночью лежала. А днем я делала гимнастику еще для креста. Вот. Там есть такая, в интернете их очень много. Вот. За месяц я себя привела в порядок. Но нога все время, я ее чувствовала. Вот. Она ходила, она двигалась, она выполняла функции. Но она какая-то была как не моя. Она была другая. Вот. И когда был ковид, осложнение ударило именно туда, у меня опять отнялась нога, как будто я только что из моря вышла. Были такие боли, что вообще это ужас был один. И то же самое. Тот же самый мальчик в Бельжуке. Я пришла к нему, он в пояснице буквально оттянул вот так кожу в каком-то месте. Это несколько секунд. И я прям почувствовала энергия по ноге и все. И я себя совершенно идеально чувствую. То есть, что микросферы помогают однозначно, то есть это даже вообще сомнений не может быть. Но если механическая вот такая вот вещь, все-таки нужно подправить. Хотя был случай со сломом, два случая, с переломом и ребер. Моей подруге, вернее, там не перелом, может быть, у нее, ну что у нее было. Короче, я делала массаж и так усиленно делала, что у нее хрупнуло в грудной клетке что-то. И все, она говорит, Света, я ни сидеть, ни стоять, ни лежать, вообще ничего не могу. И она то же самое, она легла в капсулу, и у нее хрупнуло что-то еще раз. И она встала, и она ходила, уже действовала и забыла о том, что у нее с ребром было что-то. То есть он ей, видно, вывихнул, может быть, вот где ребро входит, там в позвоночек, я не знаю. Но это хрупнуло, когда он сделал, и хрупнуло, когда она просто лежала в микросферах. Второй случай был с переломом ребер. А вы знаете, что переломы ребер – это тоже не гипс, ничего он не поставит, вот нужно, чтобы заживало. То же самое, такое было мгновенное заживание просто, причем человек был такой пьющий, вот и вот упал, когда был пьяный, в общем, был полный завал. Вот, все абсолютно заживо. Как на собаке, ну буквально там в течение там нескольких дней, и он себя чувствовал прекрасно, ни боли, ничего не было. Вот что по поводу переломов вот таких вещей. Дело в том, что у нас с остеопатами, по-моему, немножко проблематично. Дело в том, что и даже ей врачи, ортопеды, запрещают что-либо делать с позвонком. Единственное, что она делает гимнастику. Но факт тот, что у нее от любого неправильного движения… Тогда есть, знаете, какая называется? Йога критического выравнивания. Запишите. Это изобретение йогов и нейрохирургов. По-моему, в Швеции это было изобретено. Не то в Швеции, не то в Швейцарии. Вот, короче, было изобретено. У нас в Москве есть центр, и уже вот в Геленджике есть йога критического выравнивания. Вы можете посмотреть в интернете, написать, выйдут обязательно сайты. Я просто убеждена, что есть в Германии такие специалисты. Вот, это, я вам должна сказать, это просто бомба. Я, значит, предлагали эту йогу критического выравнивания другим, никто не соглашался. Я такой человек, который очень любит все попробовать. Вот, и я пошла, и за мной пошла целая толпа девочек в Геленджике. И мы начали ходить на эту йогу критического выравнивания. Я вам должна сказать, это такая щадящая штука. Это настолько уникальные тренеры. Это такие удивительные люди, которые сами пережили, там были согнуты, с болями не ходили, там вообще обездвиженные были, которые полностью восстановились и уже стоят на голове. Вот, в Геленджике, во всяком случае, такая дама, совершенно потрясающая. Но я в интернете много видела этих людей. Прямо на пивке йога критического выравнивания, там прямо выходят. Но нужно купить специальные приспособления. Там такая планка, потом там такой из фанеры такая изогнутая штучка, там такой валик, который нужно скручивать. И, короче, там медленно, мягко вы делаете упражнения, постепенно вас будут вводить во все это. И у вас сам позвоночник, сам постепенно начинает приходить в порядок. Я вам говорю, что преподают это в основном люди, которые сами уже погибали от позвоночных травм. И которые стали просто, ну я не знаю, божественно красивые, божественно двигающиеся. Там совершенно потрясающе. Вообще, вот если бы я не вынуждена была заниматься микросферами, потому что они очень нужны людям, это просто миссия моя. Я клянусь вам, я ушла бы в это дело. Я бы стала тренером йоги критического выравнивания. Это просто уникальное, просто вот уникальное совершенно средство. Найдите, в каком бы положении не был у вас позвоночник, если вы серьезно начнете с тренером этим заниматься, ну конечно это стоит деньги, безусловно, то вы будете спасены от любой травмы, от любого состояния. Вот это я вам гарантирую. А микросферы помогут только доработать. Периферии, возможно, будет сложно, но я, тем не менее, записала, буду смотреть. И все-таки чего найти? Да, а вы можете по интернету, там можно выписать это оборудование. Я сейчас не дома, я бы вам показала это оборудование, может быть, в следующий раз, когда буду дома. Вот, оборудование это выписать. И дальше просто пошагово вы подписываетесь к тренеру, и вас буквально, вот я плачу там в интернете 120 рублей в месяц, что ли, этому парню. Вот, и он вот постоянно как бы делает вот эти вот вещи. Можно дома спокойно один раз сходить к тренеру, дорого, да, чтобы он время от времени контролировал. Но у нас там стоит 5000, да, индивидуальное. Да, вот там полтора часа с вами возятся, вот, следят. В группе дешевле, там, тысячу-полтора. Но онлайн можно это делать? Не вживую онлайн, можно это делать? Да, 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 можно онлайн. Только купить оборудование. Хорошо, тогда посмотрим у вас в следующий раз. У нас оно в России 36 тысяч стоит. Все, когда полный комплект. Можно отдельно, сначала только плаку, только это, но полный комплект. Вот, но микросферы все равно ничто не заменит. Чем бы не заниматься, всякое, что бы не делал, да, они делают то, что и эта гимнастика не сделает. Они заставляют организм работать в идеальном процессе саморевуляции, самовосстановления. Просто в идеальном. Да, Светлана, и вот у меня вопрос. Все-таки с каких предметов ей нужно начать свое, так сказать, увеличение с микросферами? Значит, с позвоночником однозначно нужно или матрас, или жилет. Вот, жилет, конечно, обязательно. Вот. И есть такой жилет, он на талии застегивается, такой вот до шеи, вот такой вот плотненько одеваешь, он так плотненько. Виктор, у вас есть такое, что Светлана говорит? Такой жилет? Есть жилет У1, а есть жилет М. Это жилет М. Да, у нас буквально сейчас заходит новая модель, уже продукция в дороге, как раз, как рассказывает Светлана, он очень хорошо застегивается спереди, он закрывает буквально пол тела снизу, очень широко, и все это направлено микросферами. И плотненько, плечи. Да, плечи хорошие, длинные, поэтому буквально, я надеюсь, в следующей неделе уже этот товар тоже будет у нас на лагере. Это вот всем, у кого позвоночник, вот можно в нем просто ходить, вот он такой элегантный, но если в талии велик, то там резинки, просто-напросто резинку отрезать и укоротить, и все. Вот, и все. Ну и там разные размеры, да, есть? Нет, там на липучке она имеет запас, и резинка вот здесь вот широкая такая по бокам, вот ее тоже можно урезать или за счет нее полным, наоборот, на себя начинуть. Хорошо, возьмем на заметку. Значит, нужно тогда будет этот жилет и еще что-нибудь. Жилет вообще в целом, чтобы ей было хорошо, нужна подушка. Вообще всем нужна подушка, это запомните. Любую, маленькую, побольше, какую угодно, но подушка должна быть. То есть там много микросфер, и поэтому там, конечно, действие, как вам сказать, оно динамичнее, ускоряет все процессы, потому что много такого потока как бы идет, да? Вот. Ну вот опять она мне прислала, что не может зайти, она никак не может зайти в ЦУМ. Почему не получается? Который раз. Что ж такое? Это коллега. А может, у нее не скачен? У нее может быть не скачен ЦУМ. Нет, она сказала, что дети ее скачали. Скачали с травмом. Значит, неправильно нажимает на что-то. Там много надписей, она на какую-то нажимает, на какую-то. Надо с ней рядом быть и помочь ей нажать. Надо провести курс молодого бойца и показать разочек, как это заходит, как заходить, как все включая. Я просила Алексея, чтобы мы зайти, он как-то мне тоже помог. Мы зашли все вместе, он открыл мне комнату, и пошагово мы зашли. У меня тоже были проблемы. Но он сейчас в разъезде, да. Ну, у нее есть займ, короче. Клана, можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у меня знакомая купила подушку-сидюшку. Сидушку. Да, да. Вот. Она, ну, какое-то время мы не виделись. Я говорю, ты сидишь, она почему-то только ее захотела. Она говорит, нет, не сижу, потому что когда я на ней посижу подольше, у нее, говорит, обостряется. Не то, что обостряется, а выходит у нее геморрой. А так, говорит, его нету. Интересно, это я первый раз слышу. Он говорит, наоборот, геморрой уходит, а у нее он выходит. Да. Я говорю, может, тебе надо понемногу начинать сидеть. Ну, я не знаю, начни хотя бы с пятнадцати. Нет, тогда пусть она не садится. Пусть она не садится, а пусть она, например, положит подушку под наволочку, спит на этой штуке, положит под спину, на живот, на живот просто, там прижмет маечкой вдоль тела, где кишечник. То есть самое главное – взаимодействовать с микросферами. Пусть она не сидит, потому что может быть вот как обострение. Ведь микросферы все делают через обострение. Вот если кто пользуется уже, очень хорошо это знает, что сначала обостряет, показывает проблему, а потом быстренько ее купирует. Но учтите, обострение почти у всех, редко у кого бывает без обострений, потому что я человек вообще не болеющий была. У меня все, одно за одним пошло, одно за одним пошло. Вот, то есть это было очень неприятно, но результат того, что потом все абсолютно очищается, очищается. Ясно, хорошо. Еще есть вопросы? Смелее, не стесняемся. Тогда я еще раз задам немного. Вот у меня вопрос, например, с подушкой. Вот кому я не предлагаю подушку, я сплю только на спине, у меня вообще без проблем. Мой муж вертится как юла, он не может на подушке спать. Может быть, ему есть какая-то другая возможность. У него она уже не такая слишком мягкая, уже вроде бы более такая плотная, но все равно. И кому скажу, они говорят, да что, мы же все извертимся. Вот знаете, когда мне, ну так как бы люди говорят, что он твердое, там приходит сменить там поменьше, туда-сюда. Вот, я просто говорю следующее. Вы осознанно должны понимать, что к вам пришло. И осознанно терпеть вот эту твердость. Ведь твердость очень относительная. То есть, там же принимают форму головы, здесь вот по боку, да? То есть, там форма ваша, когда вы лежите. Когда вы повернулись, например, на бок, ну рукой чуть-чуть подбейте, помогите, да? Как бы. И опять они улягутся в форму там вашего лица. И обычно вот кто говорит, ну изверстишься, вообще не выношу, начинает испытывать раздражение. Это и есть обострение. Очень часто связанное с подселением. Вот. И те, у кого подселение, такое серьезное, которое не хочет выскакивать, вот, они вообще швыряют эти предметы, кричат, не подходи вообще ко мне с этим предметом. У меня эти случаи были, вот. И я уже это знаю. И я тогда прошу людей, я говорю, у вас подселение, вы можете осознанно полежать на этом предмете, испытывая раздражение. Они говорят, ну да, если пересилить себя, может. И те, кто пересилил, вот, например, мой сосед, ему было 33 года, вот, он пересилил себя, лег, и рассказал, что с ним произошло. Во-первых, он говорит, меня начал, я начал дышать. Вот кто, если вот психологию знает, психотерапия, есть такое свободное дыхание, есть ребёфинг. В общем, специально дышат на тренингах. Я проходила такой тренинг, чтобы вот эти бессознательные поднять, как мусор со дна, да, и чтобы выскочили. Кто-то плачет, кто-то влечит, кто-то смеётся, кого-то судороги бьют и так далее. Так вот, он начал вот так дышать. Буквально задыхаться начал. Потом начал кричать, умираю. Потом начал трестись всем телом. Жена подбежала, держит его на кровати. Он кричит, умираю, трясётся всем телом, дышит. А потом он говорит, я увидел картинку, что я мальчик семилетний, и меня родители ведут к женщине, которая отливает воском. Я вспомнил, что меня действительно водили, но почему, я не помнил. После этого картинка, говорит, ушла, у меня прекратился тремор, я прекратил дышать, и я заснул, как ангел. И когда он приехал навстречу со мной, там, в Москву, он в Орле, возил мне подушки из Орла в Москву. И я смотрю, он такой улыбающийся. Я говорю, Виктор, что с твоим лицом? Он говорит, Света, я тебе сейчас расскажу. И я тогда говорю, Витя, кого же из тебя сущность выскочила? Он говорит, да я-то понимаю, что да, и мне просто было интересно, что ты скажешь. Так вот, после этого у него то 33 несчастья, то друзья бросили на деньги, то с работы уволился, то там еще что-то. У него работу предложили, деньги вернули. Мир, говорит, цветной. Я говорю, послушай, Вить, а какой он был раньше? Он говорит, черно-белый. Я говорю, да ладно, он говорит, да. В общем, он по сей день улыбается и великолепно себя чувствует. А потом уже много было случаев, что выскакивали в сущности. Но очень похоже, когда людей вот так на подушке дискомфорт, и они начинают испытывать вот раздражение, перетерпеть. Вот просто осознанно, не ночью, а раньше перед ночью лечь, когда вот им там не спать хочется, чтобы они перетерпели то, что произойдет с телом. Потому что с одной маленькой девочкой, это первый случай был, мне рассказала Савченко, это была у меня потрясающе талантливая женщина, когда-то работала в министерстве. И вот у нее была племянница, у которой был страшный псориаз, то есть все тело было, как кусок мяса. Ей было пять лет уже, она с рождения была такая. Когда понервничает, это просто вообще был ужас. И вот с ней произошло следующее. Маме и бабушке принесли подушки. Девочка отняла эти подушки, они цветные, красивенькие, говорит, я буду с ними спать. И они дежурили три или четыре недели у ее кровати ночью, потому что днем она была девочка, как девочка, а ночью она спала на одной, а вторую обнимала эту подушку. Она кричала мужским голосом, матом на маму и бабушку. В общем, короче, обзывала их. Вот через три недели это все закончилось, и тело у нее белое стало, и по сей день у нее закончился вот этот страшный псориаз. То есть, ну и потом я много могу рассказывать, с моей мамой такое уже было. Она не могла спать на подушке, она отказалась категорически. Она просто подушку угоняла по телу. Вот смотрите телевизор, и там, и там. И у нее в результате и сахар, и диабет, и у нее давление нормализовалось, соли все растворились на суставах. Она была через полгода абсолютно здоровая женщина, 79 лет ей было. Огород впахала, убрала его, и ее сбила машина. Да, у нее грыжа вправилась, которая полживота у нее висела, она вправилась. Это просто от того, что она подушку угоняла по телу. Ночью отказывалась спать. Почему она отказывалась спать? Потому что, когда она легла первую ночь, я сказала, мама, спи на подушке. Когда я ей позвонила, она говорит, пошла ты к черту со своей подушкой. Я говорю, мам, что ты хоть так? Она говорит, я увидела такой страшный сон, что разверзается могила, и я туда падаю. Я говорю, больше на ней спать не буду. Но когда она лежа однажды начала подушку гонять по телу, ее начало буквально скручивать судорога. Она говорит, дикая, такая, что я вообще думала, что он мне переломает все кости. И она эту подушку кинула в ноги, потому что особенно ноги зверски выворачивала. И она услышала какой-то хлопок. Говорит, хлопок, и меня отпустила. А я приезжала из Москвы в Орел. Приезжаю к ней и не узнаю свою маму. У нее такие мягкие глаза. А все у нее очень красивые, красивые такие колючие глаза. Все говорили, что твоей маме невозможно смотреть в глаза. Я говорю, мама, у тебя другие глаза. Потом пищу я ем. Говорю, мама, у тебя вкусная пища. А я всегда ее пищу как-то не очень любила. Вот как-то мне все было, она какая-то не такая была. А это просто вкусные борщи ее, все вкусное. Она говорит, я тебе сейчас расскажу. И она рассказала вот этот случай. А я знала, что у мамы потеряние было, потому что когда она заболела раком, я ее уговаривала, она не верила в Бога, я ее уговаривала сходить в церковь. Она говорит, да не могу я туда ходить. Я попыталась. Я говорю, и что? Она говорит, первый раз я вошла в церковь, я там упала, и будто мне в сердце колу огнали. Вот. Значит. И говорит, второй раз попыталась. То же самое. На меня все кричат, а я, говорит, стоять не могу. Вот там же стоять нужно. Вот. Я говорю, маманя, у тебя подсиление. Вот. Ну и на этом посмеялись и все. И вот когда с подушкой вот это произошло, я поняла, что это из нее вышло. Поэтому у нее совершенно другой взгляд был. Добрейшие, лучистые глаза. А не вот такие колючие, критичные глаза. Вот. То есть вот что делают микросферы. Они настолько потрясающие, волшебные на всех уровнях и настолько по-разному для каждого человека. Но потом вы должны понять, ведь мы же еще природы разные. Я уже говорила об этом. Сейчас это уже не секрет. Сейчас уже масса лекций о том, что Всевышний людей делает на чисто как биоробота. То есть биологическое тело. Они точно так же с кожей все точно так же чувствуют. Но они пришли всего лишь выполнить какую-то функцию на этой земле. То есть они другие. Понимаете? Вот. А есть люди, которые с душой именно, то есть которые перерождаются из воплощения. Это совсем другая порода. А есть вообще, которые с другой планеты пришли. То есть мы очень разные. И понимаете, вы не стараетесь всем сунуть, как я раньше. Теперь я уже не лезу. Я не лезу в производство Творца. Понимаете? Он на Земле сделал совершенно разные существа. И каждому существу свое. И каждый выполняет свою функцию. Я знаю одно, что верю, что я с душой человек. Вот. И мне помогло. И людям, кто вот такие же, как я, им очень помогает. Они просто, они не знают, как меня благодарят. Потому что гангрена. И люди, у кого гангрена вообще, женщина погибала, две ноги. Звонит мне и говорит, купила я твои чертовы сапоги. А теперь у меня внутри там все мокрое, все течет. Я говорю, женщина, потерпите. Ради Бога. Это же должна ваша гангрена. Это же все вытечет должно. Куда же оно денется? И потом она мне звонит и говорит, да, благословит Господь. Я говорю, что случилось? Она говорит, я на свадьбе танцевала у своей там дочери. Вот весь день я пашу на огороде. У меня полностью зажили ноги. Вы понимаете? Но это надо вытерпеть. Вот такое обострение. Я знаю одно, что если человек светящийся, человек, который имеет много перерождений, вот если он имеет эту природу, да, кстати, биологические существа, вот как мы говорим, почти роботы, есть с перспективой дальше перерождение рождается, а есть без перспективы. Вот эти люди никогда вас не услышат, никогда не возьмут этот предмет, а вот те, которые с перспективой могут, с трудом. Ну и есть люди, к сожалению, у кого есть подселение. Вот их очень много. Вы знаете, те, кто видящие, они говорят, что мы буквально кишим. Вот, ну кишим. Тем, кто за нами, прицепился к нам и так далее. Ну разгоняют экосферы стопроцентно. Вот, то есть, короче, это очень серьезная чистка идет. Вы знаете, когда спросили у одной женщины, которая с цивилизацией, контакт у нее есть, забыла сейчас, как ее зовут, она вот так, а потом, значит, говорит, переводит, потом переводит. Вот у нее спросили про микросферы, и ей с этой цивилизацией сказали, человечество будет пользоваться этими изделиями, как зубной щеткой. То есть, что делает зубная щетка? Она очищает от налета наши зубы. Вот то же самое делают микросферы. Они просто очищают от налета наше тело. Понимаете? Изнутри выходят. А, кстати, вот еще один случай по поводу вакцинированных. Я должна вас обрадовать, кто вакцинировался. Первый случай, помните, я рассказывала в Германии, у меня был мужчина, его жена выслала фотографии, у него вся спина покрыта коростой, прямо белая такая, отслоившаяся кожа. За одну ночь это произошло. Да, это моя история. Это моя история. Это ваша история. Вот. Ой, как я рада, что вы сегодня здесь. Как, кстати, его состояние, вашего мужа? Довольно быстро прошло, потому что он подушкой, матрас. Да вот. Значит, вот эта вакцина дурацкая, она выскочила через кожу, вот в виде вот этих осадков. Что вы думаете? Ко мне вчера позвонили и сказали то же самое. Вся спина покрылась коростой. Я говорю, вау! И я сразу говорю, вы вакцинировались? Она говорит, трижды. Я говорю, я вас поздравляю, больше не делайте этого. Я говорю, ваша вакцина вышла. И теперь я точно знаю, что микросферы выгоняют вакцину. Вы понимаете, как это здорово? Вот. То есть и от этого спасение есть, оказывается. Вот. Великолепно. Спасибо большое. Ну, пожалуйста. Вот только больше не вакцинируйтесь. Вот и все. Так. Так, сколько у нас еще времени? Да все. Так, у нас время уже вышло, да? А, нет, 51. Осталось еще пять минут. Еще немножко времени есть. Светлана, я бы хотел попросить вас рассказать по поводу не варежек, а подскажите мне. А варежки, есть варежки, руки. Варежки и муфта. Меня тоже люди спрашивали, что лучше применить, какая разница между этими двумя предметами. Сейчас скажу. Муфту можно использовать вообще, как валик-подушку. Это очень хорошая штука. Она тоже в чехле. Ну, во-первых, вы руки вот так засунули, спите, да? Руки у вас как бы там внутри. Две руки. А когда вам не нужно с руками работать, ну, там у вас, предположим, сырье на руках, да? То вы просто ее туда внутрь положили что-то, ну, какую-то ткань, полотенце, я не знаю. И у вас великолепный валик вот такого где-то диаметра. Совершенно потрясающий валик под голову, под колени, например. Очень полезно там, сказать, между ног положить можно. А варежки, варежки только для рук. Вот, то есть, короче, вот руки туда засовывать. Некоторые нет денег на две варежки, в одну вот так засовывают руки, когда с двумя руками проблема. Но я вам должна сказать, что как наша ладонь, как и наша стопа, это весь организм. Помните, я вам говорила о том, что одной женщине пять лет у нее был альцгеймер, что она уже как овощ была, ничего не соображала уже давно. И ей купили тапочки. И она в этих тапочках начала спать. Через месяц у нее не было альцгеймера. Совсем. То есть, вообще. И что вы думаете? Я недавно решила тут поработать со своими суставами. У меня тут есть один недостаток на пальце. Ну, небольшой, совсем незаметный. Но я очень много вязала. И у меня такой от спиц, ну, как только мозоль доработался. И мне, в общем, не нравится, что этот мозоль. И я думаю, дай-ка я начну спать в варежках, может быть, у меня этот мозоль, ну, как бы это, трансформируется. И что я поняла, когда я начала спать в варежках? Это точно так же, как в тапочках. Здесь же весь организм, то есть ты спишь в варежках, это что-то. То есть, во-первых, это невыносимо. Мы привыкли, чтобы руки были на свежем воздухе, так же, как и голова. То есть это очень трудно вынести. И идет просто глобальное воздействие в целом на весь организм. Поэтому вполне возможно, что можно купить только варежки и от Альцгеймера избавиться. Или купить только варежки и избавиться, например, от рассеянного склероза там или еще от чего-нибудь. Потому что если вы стопы и руки держите в микросферах, идет воздействие на весь организм в целом. Потому что здесь начинаются все меридианы, да? То есть на ноге там мочевого пузыря, там почек, там толстого кишечка, там еще. И на руках меридиан сердца, перикарда, ну и так далее, и так далее. Понимаете? То есть если вы в тапочках и в варежках, вы в целом все перикарды абсолютно вдохновляете, они начинают нормально поступать, энергия, значит, начинает работать иммунная система, эндокринная система, кровеносная, и так далее, и так далее. Ну, конечно, голову желательно, шапочку или вот эту повязку на уши. Потому что очень важно шишковидная железа. То есть шишковидная железа должна питаться светом. Она кванты света должна получать. Я когда Диме Лапшунову дала, он ничего бы не сказал. Он говорит, ничего не чувствую. Правда, шишковидная горела, как лампа. А когда я подушку убирала, она не горела. И вот я теперь поняла, что он мне сказал. Он сам не понимал, что он сказал. Я теперь знаю. Потому что если шишковидная горит, то начинает работать идеально мозг. Там вазопрессин вырабатывается. Это жидкая клетка становится. Значит, мозг ваш пухлый. Сосуды эластичные. Дальше соединяется с вашей вилочковой железой. Вилочковая руководит костным мозгом. А костный мозг включает в крови макрофаги, которые начинают все пожирать. То есть тапочки, варежки, шапочка или повязка. Даже без всего остального. О, проколбасит только так. И очистит. Светлана, хочу поделиться своим опытом. Можно? Да. У меня есть сапожки эти открытые. Или тапочки, сапожки. Да, да. Как их назвать? А, боты, которые? На ипучках. Вот я их одеваю на ночь, но я только могу 2-3 часа от силы в них прослать. Вытерпись. Да, совершенно. Внимаю ночью, и я одеваю на руки. Я делаю, у меня получается, как боксерская перчатка. Правильно. Так уже все закрыто. И потом остаток ночи я спру в этих перчатках. Отлично. Ну вот вы как раз делаете то, о чем я сказала. Вы активизируете меридианы на стопах, да, и активизируете меридианы на руках. А, собственно, это и нужно, чтобы заработал организм. Тем более, как Вензина Миронова говорит сейчас, что у нас уже нет стабильных точек. Они уже не находятся. Уже стабильных чакрами. У нас все уже плавает. Мы вообще другие. Засветилась каждая клеточка. Ну, мы вообще другие. Скоро мы вообще будем кремниевыми. Вот. И это сделает за нас Вселенная. Только главное не умереть. И мы это переживем. Будем жить. Да, будем жить. Так что я говорю, этими ботами я во многих случаях пользуюсь. И внучатам ложу на спинку, половинку, половинку на животик, когда они у меня засыпают, когда они не видят, не слышат. Это они у меня спрятали. Да, да, да. Здорово. Да, то есть использую. Достаточно. Хотя бы полчасика дотронуться до микросфер, чтобы за день все снять. Правильно. Светлана, можно еще вопросик? Да. Вот у меня тоже есть вот эти тапки-боты. А тут у меня воспалилось на стопе под сухожилием. Тут только не само сухожилие, а под ним там как бы жидкость. Ну, смотрели ультрашалю, говорит, там жидкость. И поэтому сухожилие такое как бы толстое, да, воспалилось оно. Вот. И врач говорит, надо обязательно охлаждать. А я же одеваю вот эти тапки-боты, а в них же чувствуется, нога начинает тепло. Не переживайте. Нет, нет, это не имеется в виду. Она имеет в виду тепло, оно искусственно, естественно. То есть нельзя ничего другой вибрации, частоты вибрации. Вот. Микросферы никогда вам не сделают хуже. Тепло так тепло. Иногда микросферы одевают некоторые, говорят, холод чувствую. А я говорю, если холод, у вас уже в костях идет процесс. То есть, короче, наоборот, любое, что бы у вас не было, это наружу что-то пытается выйти вот через эту жидкость. Вот недавно позвонила женщина, она говорит, что у нее вся голова покрылась какими-то шишками, болезненными шишками. И я говорю, господи, какое счастье. Она говорит, почему? Я говорю, ну, у вас полезло то, что жило в мозге вот наружу. И сейчас каким-то образом женщина рассказала, у нее вышло что-то вот такое, как жидкость где-то. Забыла, на каком участке она сказала. И она продолжала микросферу. Она говорит, Света, вот как у меня это вышло, а это же женщина. Точно так же это куда-то исчезло через три дня. Понимаете? То есть, короче, как-то организм со всем этим справляется и выводит. А у кого-то это в виде фурункулов. Вот как одна женщина вся покрылась фурункулами. Все тело через фурункулы вывезла. Понимаете? Поэтому это у вас что-то пытается там, организм справится. И очень часто жидкость, вот рана у нас заживает. Или мы простудились, у нас что, течет жидкость. Правильно? Ну, потому что кровь там вырабатывает определенные там вещи, которые должны заживить все это дело. Ну, и у вас то же самое сейчас происходит. Продолжайте пользоваться, чтобы не было. Светлана, у меня еще подобный вопрос тоже. Сегодня, как раз, я с Мариной это поговорила. Меня спрашивали клиенты, буквально тоже на днях. Врач сопритил им держать теплое. У человека проблема с почкой. Он использует наш пояс с микросферами. Он спросил, может ли он продолжать дальше использовать его? Или поскольку тоже он как бы выделяет тепло и греет, а ему это... Не-не-не-не, наоборот, пусть пользует. Никакого тепла он не выделяет. Он возвращает собственное тепло. И доктор собственный, вот эта светящаяся клетка, она полностью растворит камни, выведет песок, приведет порядок. У меня сколько людей, почки на место встали. Понимаете? Варикоселье у мальчика прошло, и почка ссохшая уже расправилась. Все, что бы не было, все будет идеально. Ни в коем случае не бояться. Можно отложить, если резкое обострение там на денечек, и опять начинать пользоваться. Вот так. Да, кстати, просто хочу закончить про маму. Почему она не могла спать? Потому что она не могла же... Ну, ей мешало кое-что, да, что в ней было. А потом, когда это уже вышло, все. Но сон, тем не менее, был провидческий. Ее же сбила машина. Буквально это в январе она увидела сон, а в сентябре она уже умерла, погибла. Понимаете? То есть, короче, сон был такой предвидящий, показывающий что-то. И вполне возможно, говорящий о том, чтобы она справилась с этим, ну, каким-то образом. Но мы же неграмотные еще в то время были. Я не знала этого. Мне потом об этом сказал врач один, который и восточный, и западный врач. Лисовенко такой у нас есть в Москве, Игорь. И вот он сказал, Светлана, у твоей мамы, он сказал, была порча на смерть. Поэтому она увидела такой сон. То есть, понимаете? Она была обречена вот так вот трагически погибнуть. Вот. То есть, вот таким вот образом. Бывают такие вещи. То есть, надо было с этим уровнем работать. Но мы не успели. Ну что, Светлана, огромное вам спасибо еще раз за ваше время, которое вы нам уделили. Сегодня мы опять получили очень много новой интересной, полезной информации во всяком случае для меня. Я не так часто имею возможность на ваших вебинарах присутствовать. Поэтому сегодня мне это вдвойне приятно, что вебинар проходит еще и через мой Zoom. Спасибо. И я здесь. Это здорово. Еще раз огромное спасибо. Спасибо. Надеюсь, не последний раз с вами. Также хочу коротко сообщить, что буквально на следующей неделе у нас заходит еще новая продукция дополнительная. Заходят как раз все межданные жилеты. С новой модификацией заходят очень хорошие, красивые, полезные детские подушки. Так что смотрите на нашу страницу, обращайте внимание. Также зайдет новая продукция, как мы говорили, по красоте. Так что ждет много приятных очень сюрпризов от нашей компании. Поэтому поглядывайте, что у нас происходит. Всем огромное спасибо за присутствие сегодня. Светлане вдвойне. Спасибо. Светлана, спасибо огромное. Всем хорошего вечера. Спасибо. До следующей недели. До свидания. До свидания. Спасибо всем. До свидания. До встречи. До свидания. Пока. Пока-пока всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова